Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я расскажу вам, как пользоваться приложением. Очень интересным, называется оно CapCut. Приложение доступно совершенно бесплатно на платформе Google Play или же AppStory. А также на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика у вас на экране. Она довольно-таки хорошая, не у каждого приложения будет такая статистика, как вы видите. Но я перед началом видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят больше всего тюри и без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем. Итак, при входе в приложение у вас будет вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно несложный. Функции тут всего две. Это настройки. Настройки располагаются в верхнем правом углу. Также New Project, то есть новый проект. То есть вы можете что-то создавать уже. Для начала я бы хотел рассмотреть настройки этого приложения, что он вообще в целом имеется. Как вы видите, в настройках можно менять формат качества, то есть ставить либо 1080 пикселей, либо 720 пикселей. Довольно-таки удобно. Затем можно также делать небольшие привязки к другим приложениям, так сказать. Я не думаю, что вам другие функции пригодятся. Я вот как раз таки и подумал, что вот именно вы не сможете этим приложением пользоваться из-за того, что оно на английском языке. Поэтому я рекомендую вам также перевести его на русский. Там можно это сделать. Далее. Загружаю теперь видеоролик. Рассматриваем вообще функции при, так скажем, небольшом монтаже видеоролика. Инструментов для обработки достаточно-таки немного. Давайте рассмотрим первую функцию, называется на Edit. То есть тут можно разделять видеоролики, затем смотреть, увеличивать скорость. Как вы видите, действительно очень удобно, так сказать. То есть уже какие-то функции, зачитай, есть довольно-таки интересные, которые вам в чем-то могут помочь, так сказать, именно вот в той самой обработке вашего видеоролика. То есть со скоростью действительно очень-таки удобные функции. Также можно даже ставить 100x, то есть действительно очень удобно. Я встречал максимальную скорость это 5, то есть 5x, то есть до 100x я ни разу не видел. Действительно довольно-таки интересные такие функции. Со скоростью мы разобрались, то есть давайте перейдем далее, то есть какие функции будут далее. Также вы, наверное, знаете, что это за такие две стрелочки располагаются тут. Эти стрелочки, так сказать, это шаг вперед и шаг назад, то есть именно отмена действия или же поставить действие вперед, то есть действительно тоже очень удобно. И вам это в чем-то может пригодиться. Давайте теперь рассмотрим звук, то есть тут можно как и уменьшать звук, так и прибавлять его, то есть делать его больше. Даже повышать до 200, так сказать. Далее можно, так скажем, не делать такие большие абзацы, вот как видите, вам это тоже в чем-то пригодится. Также можно удалить, затем сделать повороты, вообще видеоролика, затем сделать горизонтальный, так сказать, вертикальный поворот. Гардировку делать небольшую, также поворот в определенные градусы. Действительно такие очень удобные функции и вам они в чем-то пригодятся, то есть я уверен, что уже вам они пригодятся. С этим мы разобрались. Давайте перейдем далее, то есть что тут еще у нас имеется, помимо этих функций. Далее у нас тут имеются такие функции, так сказать, как вот именно такие небольшие фильтры. То есть, наверное, многие не знают, что такое фильтры. Объясняю вообще, что это такое. Фильтры это определенное наложение на ваше изображение контрастности, яркости, насыщенности, тени, температуры и всего в этом плане. Я думаю, в этом плане. Также можно самостоятельно от руки регулировать все это дело. То есть вы сами уже будете знать, как вам будет, скажем, для вас именно красивее будет все это дело выглядеть. Действительно это очень удобно именно самому. Также вы можете изменять прозрачность и так далее. Есть функция бьюти, то есть я думаю, вам она не пригодится, потому что она вообще сейчас в последнее время тут даже не оптимизирована в этом приложении. Также вот как вы видите, есть такие небольшие функции, то есть именно озвучка микрофоном, также добавлять файлы, делать небольшие эффекты и все в этом плане. То есть также ставить музыку стандартной функции именно для монтажа, но все же они хотя бы тут есть. То есть действительно уже над чем-то можно поработать, так сказать. То есть уже что-то можно сделать интересное в этом приложении, как вы видите. Также вот с текстом довольно-таки интересные функции. То есть, вот мне с текстом понравились, даже скажу честно, больше всего, потому что тут есть достаточно много стилей, то есть, именно вот этих самых переходов текста, так сказать, анимаций текста, все это тут действительно очень удобно, как видите, тут есть небольшие, так скажем, полупостили для вашего текста, то есть, очень удобные такие уже готовые экземпляры, которые вы можете применять к своему тексту, то есть, не в каждом приложении вы уже на какие-то такие готовые, обработанные. Так же, за это я могу им дать отдельный плюс, то есть, действительно, респект отработчиков на то, что заботятся о своих, так скажем, пользователей, то есть, уже дают им готовые обработки, то есть, действительно, это все дело очень удобное. Далее, также можно изменить прозорочность вашего текста, но я думаю, в этом всем разберетесь. Более всего мне, так скажем, понравилась анимация, то есть, анимация самого текста, какая будет, как он будет выходить, его выходы и так далее. То есть, также можно удлинять время вообще, так скажем, вашего текста, то есть, сколько он будет длиться в секундах, в минутах и так далее. Я думаю, вы в этом плане уже понимаете. Анимации достаточно идти тут и крутые, также можно регулировать все эти анимации по времени. И вам это в чем-то все равно пригодится, так сказать, то есть, действительно, уже что-то имеется. Далее, с этим мы разобрались. Теперь переходим далее, то есть, далее рассмотрим, что тут вообще есть в целом, помимо текста. Так, текст я сейчас закрою, то есть, надо немножко досмотреть, что тут вообще в целом имеется именно, так скажем, под него. Далее. В принципе, вот, в принципе, мне показались другие функции, так скажем, то есть, не такими уж интересными, и я просто сохраняю изображение, то есть, не изображение свой видеоролик. Потому что другие функции разбирать тоже не имеют никакого смысла, они слишком простые, и вы сами в них разберетесь. Все основные базовые функции я вам показал, то есть, при сохранении, сохранение идет, в принципе, от минуты до пяти минут, в зависимости от длительности вашего видеоролика. Но я думаю, в этом плане вы меня поняли. Также, вот сейчас не выходите, я разберу все самые основные проблемы, которые случаются у людей. То есть, объясню для начала первое, что делать, если у вас вылетает приложение. Во-вторых, что делать, если вы, так скажем, уже, так скажем, нашли какой-то баг, и что с этим в целом делать нужно. Я вам сейчас все об этом расскажу, то есть, отвечу на все те вопросы, которые в последнее время задают люди в плеймаркете или же в App Store. Итак, рассматриваем первую проблему. Что делать, если у вас вылетает приложение? Я нашел ответ на этот вопрос. И если у вас версия вашего Android телефона, так скажем, 2017, 2018, 2019 года, то есть, у вас будет вылетать приложение, потому что оно не оптимизировано именно на такие версии. То есть, функционал телефона довольно-таки простой, и оно, так скажем, не будет на него просто подтягиваться. На айфонах, вот другая совсем история уже, на айфонах все будет грузить идеально, плавно, даже не в зависимости, так скажите, какого года айфон, потому что система Apple, то есть, она действительно очень уникальна, и она выдерживает все приложения, даже если они вот прям будут еще 2030 года. То есть, система Apple, любой айфон будет их выдерживать, так сказать, то есть, там система обновляется на автомате. То есть, а для Android объясняю, что нужно сделать. Вам требуется перейти в настройки и обновить систему вашего телефона, то есть, заходите в настройки или сайте в самый низ, там будет такой раздел, как О системе, то есть, нажимаете туда, и там уже будет такой отдел с обновлениями. Обновляйте вашу систему до 2020 года, и у вас, так скажем, уйдут все эти вылеты с приложения. Ну, рекомендую также вам переустановить приложение, чтобы не было никаких, так скажем, благов. Далее, если вы не поняли, как это сделать, то есть, у кого-то, допустим, есть обновление, то есть, там сразу уже все это дело можно сделать, действительно, это очень быстро все будет делаться. Я также вот не могу вам дать именно вот скрин в скринах все это дело показать или же в видеоформате, потому что у каждого телефона, именно у каждой модели телефона, каждый производитель старается делать свой интерфейс на свой телефон, так сказать. То есть, у каждого телефона свой интерфейс, и именно вот на каждый телефон скрины подбирать часы, это просто полный билет будет и займет у меня уйму времени. Ну, с этим мы разобрались, то есть, я думаю, вы исправитесь, так скажем, без скриншотов, как это все дело сделать. Далее, также рассмотрим, что делать, если вы нашли какие-то баги в приложении, в этом приложении, в, так сказать, в App Store или же в Play Market есть такой раздел связь с разработчиками, то есть, находите приложение, это вбивайте в поиск, в основном находится, листать там чуть пониже, у вас будет такой раздел, называется он связь с разработчиками, то есть, также пишите туда отзыв, то есть, просто пишите отзыв на английском языке, на русском, они не будут принимать, потому что приложение создано. Англоязычная компания и отзывы на русском языке там не читаются, ну, поэтому я, конечно, понимаю, что некоторые переводчики переводят кряво, но все же лучше попытайтесь, чем просто ничего не делать, то есть, вы поможете устранить баг, так сказать, баг систему, то есть, приложение не совсем-таки хорошо оптимизировано на некоторых устройствах, ну, поэтому, вот я вам рекомендую так сделать, то есть, просто пишите туда и именно сообщайте об баги, который вы нашли, так же можете дянуть им небольшой видеоролик, чтобы они все это дело просмотрели и исправились. Они справятся в течение 24 часов, действительно, очень быстро и вам не придется потом, так сказать, больше с этим напрягаться. Далее, теперь рассматриваем такую проблему, если у кого-то есть лаги, то есть, с лагами, вот я вам скажу, это, так скажем, универсальная будет такая идея, то есть, вам нужно почистить ваш телефон и ускорить именно это приложение, то есть, не именно для этого приложения, его для всех приложений такая тема подойдет. То есть, скачивайте либо приложение UpCapClean, либо CleanMaster, то есть, два очень удобных приложения, которые, так скажем, чистят телефоны от ненужных мусоров и так далее. То есть, система ОЗУ конкретно освобождается от всякой ненужной фигни и у вас будет работать все идеально. Также, я вам рекомендую ускорить ваше приложение, чтобы оно работало лучше и не было никаких лагов, так сказать, через него не проходили. И у вас действительно все это дело исправится, то есть, потом, также рекомендую переставить приложение, чтобы ничего не лагало. Но, я думаю, вы меня, в целом, поняли. В принципе, с этим мы закончили. Далее, хотел бы, так скажем, расставить все плюсы и все минусы у этого приложения, что, в целом, мне понравилось, точнее, дать, так скажем, полную оценку его. В целом, отмечу первый плюс, что мне понравилось, у меня такие функции именно с обработкой шрифта, то есть, действительно, шрифт можно обработать красиво, то есть, за это отделение респекта разработчикам, еще раз говорю. Не в каждом приложении можно встретить подобные функции. Далее, второе плюс этого приложения в том плане, что в этом приложении можно сохранять работы в формате 1080px, то есть, действительно, это большой такой формат Full HD, который вам в чем-то поможет. То есть, уже что-то интересное вы можете уже тут сделать, так сказать, в этом приложении. Минусы, конечно же, есть. То есть, минусы, это оптимизация, то есть, некоторые, так скажем, функции не полностью выполняются, не функционируют, так сказать, как им нужно. Вот именно в этом плане. Ну, а на этом, я думаю, уже все. С вами был PowerGamer, всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике. Также ссылка на мой ВК в описании. Субтитры сделал DimaTorzok